Всех еще раз приветствую. Опять движемся известным нам хорошо уже маршрутом по улице Калараш, но цель показать вам не улицу Калараш, а состояние погоды. Погода нынче моде. Буквально вчера было солнышко, видимо боженька специально подусмотрел все, чтобы россияне отпраздновали День Победы. Было тепло, хорошо, классно. Точки ходили только в горах, я об этом неоднократно акцентировал внимание. Сегодня, видите, дождик, дождик, дождик. Я еще не все ролики успел выложить, там есть у меня что-то на родине. Рогулочка по той же улице Калараш. Будет еще, естественно, салют. Дождь, вечер, наверное. И вот этот вот, слегка дождливый ролик тоже. Все зеленое, красивое, но дождик. Людям, которые приехали, вот, на майские праздники, 9 мая, хотя бы повезло, как пару недельков, так было нормально, хотя бы без дождей. За бортом сейчас, вот буквально несколько минут назад было порядка 15 градусов, как пошел дождь, температура воздуха опустилась до 13. Вот так и живем. Холодная весна 2022 года. Вынужден остановиться, показать вам перекресток улиц. Оба-на, а тут Михаил звонит, как всегда. Ненадолго вынужден был вас покинуть, но уже вернулся. А приняли решение сегодня прикрыть в магазинчик, дать надежду минуту, точнее еще один денек отдыха. Ну, а смысл сейчас выжить все. Все будут сидеть по домам, пить чай, кофе. И продолжать праздновать День Победы. А почему нет? Может быть, после обеда уже к обеду ближе дождик закончится. Посмотрим, что там как. Сейчас, вроде бы, он стал чуть-чуть потише, по ощущениям. И где-то загоришься. Сейчас загорится зеленым. Мы прокатимся с вами дальше по прибрежной части улицы Калараш. Буквально вчера шел, светило солнышко. Народ ликовал, праздновал День Победы. Здесь вот ребята на поле Калараш 39 собрались. Дружной толпой отметили праздник. Танцы, кулясты, все такое торжественное мероприятие. А сейчас, как видите, улица Калараш пуста. Никого. Только таксисты. Хотя, вот здесь, поближе к морю, народ все-таки проявляет интерес к морю. Приехали. Прогуляться-то надо. Видите? Вот такие вот дела. Вот порядок здесь, как говорится, сейчас. А я вам всем уже начинаю говорить до свидания. До новых встреч в эфире. И пока. Приятного издания. Приятного. До новых встреч.